Благодаря православной службе милосердия в Екатеринбурге появился первый бэби-бокс или окно жизни. Это место, куда мамы, которые не хотят растить и воспитывать своих детей, могут анонимно принести младенца, чтобы заботу о нем взяли на себя другие люди. Идея установки бэби-боксов появилась в России после того, как участились случаи вопиющей жестокости по отношению к детям, когда малышей находили в мусорных баках и морозильных камерах. Чтобы мамы не убивали своих детей, а оставляли их жить, и начали в разных российских городах устанавливать бэби-боксы. Первый екатеринбургский бэби-бокс сегодня появился в храме святителей Иннокентия Московского на главной улице города. Молебен на начало доброго дела и освещение окна жизни совершил митрополит екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Бэби-бокс – это специально оборудованное металлопластиковое окошко с кроваткой. Окно открывается снаружи, в него родители, которые хотят отказаться от своего ребенка, укладывают малыша. Через 30 секунд окно блокируется и снаружи уже не открывается. Срабатывает сигнализация, и ребенка забирают изнутри сотрудники храма. Мы его достаем, кладем на пеленальный столик, и сотрудник сразу же вызывает скорую помощь и полицию. После приезда бригады скорой помощи малыша смотрят и увезут в медицинское учреждение. Также в бэби-боксе всегда есть письмо родителям. Человек может его взять, в нем указаны все телефончики, по которым можно и консультацию получить, и в кризисной ситуации, попросить помощи, объяснить, что случилось, и получить просто ту необходимую помощь, которая ему сегодня, на сегодняшний день нужна. Потому что неразрешимых ситуаций не бывает. Всего по России установлено 15 бэби-боксов, Екатеринбургский 16-й. С 2011 года благодаря окнам жизни было спасено 17 детей. Обычно бэби-боксы ставятся в медицинских учреждениях, однако в Уральской столице ни одна больница не согласилась на такое ответственное дело. Тогда инициативу проявила епархия и храм святителя Иннокентия Московского. Я думаю, что трудности для того, чтобы поддержать доброе дело, не должно возникать. У нас есть такие возможности, мы решили помочь в центре Колыбель. Центр бэби-бокс у нас получается первый в городе, надеюсь, не последний. Тем самым, поддержав доброе дело, мы считаем, что ценность каждой жизни, она важна. И даже если один раз в год прозвучит сигнализация, я думаю, что все, что мы делали, было небесполезно. Средства на изготовление и установку бэби-бокса были собраны благодаря православной службе милосердия. Освещение окна жизни совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Дай Бог, чтобы дело Божие было Богом и благословлено, чтобы то, что сегодня здесь сделано, чтобы оно, если будет постребовано и будет пользоваться людьми, то будет для дела, для общего блага и для сохранения жизни на земле. Стоит отметить, что рядом с бэби-боксом висит плакат, который предлагает родителям поддержку в преодолении трудностей. Указан телефон православной службы милосердия и других организаций, которые готовы помочь в решении материальных, юридических, психологических проблем. Если же родители все-таки положили своего ребенка в бэби-бокс, а потом передумали, то еще в течение полугода они могут вернуть себе малыша, пройдя генетическую экспертизу. Здесь начинают работать нормативные процедуры, нормативно-правовые, так же, как с брошенными детьми, которые у нас остаются, без надзора, беспризорные дети. В течение шести месяцев есть возможность, ну, как бы сказать, дать понять, что это ваш ребенок. После шести месяцев начинаются процедуры установления статуса, как ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо как ребенка-сироты, соответствующие последующими действиями, это вопросами устройства в семью, либо направления в учреждение государственного воспитания. В дальнейшем православная служба милосердия планирует установить бэби-боксы и в области. Организаторы полагают, что нововведения сыграют важную информационную роль, и не только не произойдет увеличение числа случаев брошенных детей, но наоборот, люди будут знать, где они могут получить поддержку. Хочется пять на самом деле. Ближнежащие города, типа Березовска, Каменск-Уральска, Косулина, хочется задействовать. На самом деле, это крайняя мера. Если мама подойдет и почитает информацию, у нее сердце болит, она не хочет с ребенка расставаться, но у нее нет вариантов. Мы будем помогать, она будет звонить, мы будем включаться.